Добрый день, дорогие друзья, медиагруппа в спорте. Рада приветствовать вас в Отрадном, где сегодня в рамках Кубка города Москвы, где команда 1008 года рождения встречается команда Синяя Птица и Морозова. 08. Все готов. До старта сегодняшней встречи. Арбитр готов произвести первое обратное и первая точка остается за Морозова. Но он, правда, шайба просто точно на крюк пушки защитников. Синяя Птица и тут же у них опасная. Атака может возникнуть. Упадет шайба за ворота, но подбор остается за Морозова. Не будем откладывать дело в долгий очки. Упадет шайба за ворота, но подбор остается за Морозова. Денис Купарицев, номер второй. Макар Казанцев, номер двенадцатый. Главный тренер Виктор Валерьевич Косов. Возвращение с поверией Пантьюхов. Синя Птица и Пантьюхов. Прошу прощения. В состав команды Морозова. Роман Федичкин, номер пятый. Денис Балаев, номер восемь шестой. Артем Быстров, номер двадцать второй. Алексей Щербаков, номер тринадцатый. Максим Новиков, номер десятый. Михаил Шевили, номер восьмой. Артем Плотников, номер второй. Лев, Слонимский, номер девятый. Спартак Пантью, номер пятнадцатый. Кематуй Романов, номер двадцать седьмой. Александр Айев, номер семьдесятый. Егор Потапович номер 17. В разном положении команды подошли к сегодняшней встрече. Синяя птица имеет в своем активе 5 побед и 2 ничьи. То есть еще даже не знаю, что такое поражение на втором этапе хозяева сегодняшней встречи. А в то время как команда Морозова тоже неплохо идет по турнирной дистанции. В их активе 5 побед и вот только одно поражение и причем очень мало пропускают Морозова. Стоит отметить всего лишь 9-6 пропущенных в их активе. Это значит, что очень хорошей линией обороны обладает сегодняшняя гостья команда Морозова. Ну посмотрим, как сложится эта встреча. Начинает Морозова свою атаку, перепас. Между защитниками пас. Под красную линию хорошая позвоночная передача. По исполнению полностью не так гладко, но у меня первым на шабе оказывается опором от гостей. Прострел на пятак, но до этой передачи никто добраться из гостей не сумел. Ну ну, перепас между защитниками. Передача под синюю линию. Выходит обо среднюю зону, но тут же в отбор. Вступает синяя птица и атака начинается. Оставление под синюю линию. Ну, бросок с неудобной руки. Это у нас бросал капитан команды Саверий Пантьюхов. Теперь Пантьюхов поступается в передаче. У Морозова контр-атака может получиться. По правому плану она развивается. Но это обратите внимание, что уже три хоккеиста с меня в птице успел вернуться в свою зону. А теперь уже его цепень игроков в обороне. И вот не позволили Морозова начать свой быстрый снижительный фонток. А так, тем не менее, продолжается борьба в углу площадки. Но вот вновь неточная передача через пятак. Первым на шайбе оказывается Артем Быстров. Отдает на партнера. Не получается пока что у Морозова быстро выйти из своей зоны. Только сейчас покидает Шайба. Прикладение опасно может получиться у Морозова. Перевод. Бросок. И в маску голкипера сейчас попадает Шайба. Поднимает руку. Егор Лаврентьев именно отмечает. Ворота своей команды. Нет у него бэкапа. В первом составе. И в то время как и у Морозова у их голкипера нету сменщика. Поэтому Фетичкин и Лаврентьев единственные. В первом составе. Но так попала Лаврентьева. Лаврентьева Шайба в маску. Он тут же об этом собрали арбитры. И арбитр пришел остановить. Бросок. Точка выбрасывания. Бросок. Нападающий Морозова. Но он вступает в игру. Голкипер нету по поводу трапика под воротом. Поэтому не составляет какого-либо труда эту шайбу отбить. Расчетка. Привыходим из зон. Тут быстро попадают под силовой прием. Но всегда приятно наблюдать, когда красивые и чистые. Самое главное исполняют силовые приемы игроки. Но вот этот свой прием исключения не стал. И вот выходит сайба в среднюю зону. Подбор за синей птицей. Четыре минуты у нас уже позади от первой игрового отрезка. Пока что не видели мы по-настоящему опасно атаку каких-либо ворот. Так, пока приглядываются друг к другу. Соперники. Молторатака Морозова 2 в 1. Перевод еще один на левый план. Бросок. Но здорово играет на перемешение от одной станки к другой. Егор Лаврентьев. Еще один классный пятак. Защитника приходит шайба. Бросок у меня. И сайба проектирует своего полета. Не получается, если у меня птица выйти из своей зоны. Так, суетятся ребята в своих действиях. Провал в обороне. Бросок. И не точно эти шайбы. Но вот так вот пока что ближе Морозова к своей замороченной шайбе. Неплохая смена получилась у тройки нападения. Раз за разом они возгрожали воротам Егора Лаврентьева. Но вот пока что реализация подводит. Еще одна атака от Морозова. Но на этот раз с левого фланга она развивалась. Смещался Михаил Шудилин к заморозу. Но он бросок его выше. Створа полетел. Ответ. Меняем птицы. 3 в 3. Идет их атака. Вход в зону. Он пока что не торопится с принятием решения Михаил Левстропов. По борту запущена шайба. Успеет защитник закрыть. Да, успевает закрыть семью линию. Бросок. Ну тут это даже не бросок, а наброс. Поворотом получился. Вот этот наброс. И близко до ворот. Романа Федичкина не дошел. Новую атаку начинает хоккейская Морозова. Еще одна подкидка под семью линию. Видели мы уже что-то похожее в самом начале встречи, когда защитник Морозова пытался такой замысловатой передачи найти своего нападающего. Но вот если в прошлой попытке эта передача почти прошла, то вот на этот раз прочитали. Игроки Синяя Птица этот замысел и передачу смели прервать. И вновь остановлена у нас встреча после броска. Савелия Пантюха. Федичкин вступает в игру. Тут расставляются сейчас игроки Синяя Птица. Подсказывают друг другу, где им надо вставать. Но вот не зря они на самом деле это делают, потому что выигрывает. И в центральное нападающее выбрасывание шайба. Невоя. Продолжается атака. Хозяев позиционную атаку. Они встают. Неплохо шайба ходит по периметру. Но вот у кого-то уже завершающий бросок было бы не лишним обводить. Но вот замельчили своих действиях хозяева и шайбу потеряли. Чудилен отдает на партнера. Уходит шайба в угол площадки. Здорово как все делает Михаил Чудилен. Прострел на пятак. Закрывается зона. Бросок от Синяя линии. Тут подставил клюшку под этот бросок Никита Пересыпин. Пересыпин шубил собственно ворот. Переправил шайбу. Шайба за воротами. Пас напитает бросок. 1-0. Становится счет. Выходят вперед Морозова. Немного не доглядели. В своей зоне за соперниками Хокистос и Синяя Птица. Оставили совершенно неприкрытого. Игрока прямо по центру. И Хокистос Морозова такой возможностью сумели воспользоваться. И открыли счет на отметке 7 минуты 5. Стыкнул. Но, кстати, Хокистос Морозов номинальный хозяев. Сегодняшняя встреча, что немаловажно. И сейчас дождемся мы объявлений студии информатора, кто же именно эту шайбу забросил. Михаил Чудилин в качестве ассистента выступил в этой шайбе. Ну, а автором заброшенной шайбы стал Максим Новиков номер 10, с чем мы Новико. И поздравляем. Новый. Атаку начинает Морозова. Так что второй номером, откровенно говоря, играет Синяя Птица. Подстраивается она под темп игры, который им задает команда Морозова. Но вот пока что Морозову это получается сделать. Я думаю, не получается выйти на проектную мощность. Пока что Птицы, я думаю, на больше способны ребята. И сейчас показалось, что подножка была. Так зацепили, откровенно говоря, 17 номера Егора Потаповича. Но армитр без внимания оставил этот эпизод. Обратите внимание, кстати, дорогие друзья, как хорошо защитники начинают атаку. О, хозяев. Может, значит, культура опасна. Но вот сейчас так только я начал хвалить. Ираков Морозова, 6-7 защитников, как Артем Плотников немного переусердствовал с началом атаки. Не увидел, что его партнер уже находился в чужой зоне. И поэтому, как только Плотников вошел в зону, орбит Апсюджем. Ираком в игру и встречу остановил. Еще одна атака от Морозова. Как здорово все делает Морозова. Поддает на Чудилина. Контратака у хозяев может получиться. Два в один. Бросок с неудобной руки. Но вот тут слишком не точно бросил Савелий Пантюхов. Неплохо Пантюхов доработал ногами. По сути, выиграл этот скоростной забег у своего оппонента. Но вот бросок с неудобной руки получился, ну, совсем уж не точным. И поэтому угроза от ворот Морозова миновал. Ошибается. Хозяева при выходе из своей зоны. Вот со второй попытки. Не сплаковал Михаил Чудилин. Чудилин. Отдает на пятак. Но тут не получается, как будто из партнеров по этой передаче подкроется. Ответ от Синяя Птицы. Невоя. Но и у него не получается надолго задержаться в чужой зоне. Чудилин. Вперед. Чудилин. Ну, вот, видимо, такую тенденцию в последние минуты, что не получается у кого-то в затяжную атаку встать. На контратаках играют команды. Лезь, 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 лезь. Чудилин. Лезь. Продавается по левому флангу. Но тут многоличное движение получилось. Все. Михаила Чудилина. Можно его попробовать из-под защитника бросить. Но Чудилин избрал другое решение. Попытался под неудобную набрать себе шайбу. И вот это, если вы, простите, Синяя Птицы прочитал. И еще один бросок поворотом Егора Лаврентьева. На этот раз уверен, что играет Егор. Софиксирует шайбу и ловушку за 4 минуты 45 секунд до завертания первоигрового отрезка. Синяя линия. Но слишком не то, что получилось. Просто у Льва Слонимского. У Льва Слонимского. Заворот. Поградает Кадзина Морозова. Но, может быть, сейчас получится позиционная атака. Пас на пятак. Слишком плохая получилась эта перегача. Перехват. Синяя Птица. Пас на полборта. И шайба покидает. Водение гостей. Борьба на полборта. Остается эта борьба за Синяя Птица. Пас на пятак. Бросок с разворота. Но вот не доходит эта шайба до ворот. Как здорово сейчас в отборе сыграл Мустафин. Падение выбил эту шайбу с кукла клюшки. И Мустафин бросок. Добивание? Нет. Не получается добить шайбу. Но вот похвалил бы меня за этот эпизод Даниэля Мустафина, который молотов, что шайбер отобрал в чужую зону. Когда, казалось бы, что уже все. Морозова ее выведет. Собственно, в том числе бросок Даниэль не смел нанести. Но вот этот бросок чуть-чуть был. И успешно. Посмотрим, чем ответит Морозова. Не получается. Пока-как позиционную атаку. Отбрасываются команды. Сейчас смещение от центра. Бросок. Но нет. Егор Лаврентьев здорово здесь делает на моменте. Выкидит он под бросок. Сократил. Проекцию броска. И шайбер спадил. Ошибка. Синяя птица при выходе из Храйзин. Тем не менее выходит. Шайба в среднюю зону. Активный прессинг от Морозова. Но вот тут немного поспешил. Но Микам с обходом в зону. Еще много раз у него будет в средней зоне. Встают на точку. Мантьюхов и Монников Кумароза. И на этот раз Мантьюхов здорово играет на обрасывании. Но вот тут защитник. Монтьюхов никуда делает передачу. Борьба в углу площадки. Остается эта борьба за Синей птицей. Начинает атака в Тимофей Кондратьев. Кондратьев. Пас на левый план. Но тут не будет проброст. Потому что первый игрок Синяя птица. Оказывается на шайбе. Пас на Чудилена. Чудилен. Ищет кому бы сделать передачу. Но это не точно получается. Эта передача. Невая. Борьба на границе с синей линией. Здорово сейчас продавливает. Форвард. Гостей. Михаил Юрстропа в этом моменте. Передачу с негодной руки. На пятак попытался сделать. Но вот. Упоминаю я часто в своих репортажах. Что вот эти передачи на пятак. Как правило делаются наугад. И никого из партнеров там не оказывается. Еще одна передача. На этот раз. Перехват. От Морозова. Синяя линия. Опасно может получиться. Далее. Сейчас будет повнимательнее до конца. Надо было доиграть эпизод. Чтобы шайба и вовсе не рвкнула в оборота. Вчера был эпизод. Плохим в детальной хоккейной лиге. Когда Акбар. Создал большинство. И Геркенского авангарда. Убежали в фонтер-атаку. И казалось бы все. Уже эпизод доигран. Но нет. Шайба отскочила. Отгалки пера. А мячи. Доиграли этот эпизод до конца. И забросили шайбу. Поэтому очень всегда важно тренировать. Момент доступа. До зрения. Удален. Синяя птица. 47 номер. Никита Пересыпкин. Оставляет на своих партнеров четвером. Но я думаю. Скорее того как неплохо. В позиционной атаке играет Петя Морозова. Это неплохая возможность. Для того чтобы удвоить свое преимущество. Вот синяя линия. Но вновь. Обратите внимание. Как здорово. Фарчекинг играет. Синяя птица. Не дают. Петя Морозова по сути поднять головы. Тут же их встречают. Тут же оказывают активное сопротивление. И вот пока эта тактика приносит свои плоды. И вновь. Не получается закрепиться. Да. Пока что провальная получается большинство у Морозова. Никак не могут они начать свою атаку. Но быть может кому-то да. Из нападающих необходимо снять шайбу с крюка у защитника. Чтобы сама выставить шайбу в чужую зону. То есть без передачи. Зайти в чужую зону. О, он составит. Играет синяя птица. За два секунда у завершения первого игрового отрезка. Но вот вход за навес. Точнее уже по окончании. Большинство от Морозова как-то расставили в чужой зоне. Пас на синюю линию. Бросок. Не точно летит шайба. Взглядом провожал эту шайбу Лаврентьев. Выхватывает синяя птица. И звучит стерено. С счетом 1-0. Завершился первый игровой отрезок. Входим на небольшой перерыв. Ну что же. Все готово для второго игрового отрезка встречи между командой Морозова и синяя птица. С счетом 1-0. Впереди номинальные хозяева сегодняшней встречи. Команда Морозова. Поэтому не удивляйтесь, что игра проходит в синяя птица. Хозяева команды Морозова. Такие чисто технические моменты. Синяя птица начинает с атаки. Второй игровой отрезок. В принципе и понятно. Они выступают в счете. Хотя они довольно-таки равны игре. Но небольшое преимущество в игре у команды Морозова почаще. Они атаковали в первом игровом отрезке. Побольше. У них было моментов. Могли они забрасывать и вторую. Со временем как у синяя птица. Вот таких по-настоящему опасных моментов я не припомню. Еще одно выигранное выбрасывание. Бросок. Выкатился под этот бросок. Галкипер. Вон орбитер встречи останавливает. Смотрите внимание. Как интересно встал на точку выбрасывания. Центральный нападающий синяя птица. Корпус он отводил. В сторону все-таки все равно проиграл выбрасывание. Выводит хозяева шайбу из своей зоны. Свою. Атаку начинает. Пас под синюю линию. Чудилин дорабатывает ногами. Делает вираж. Тут уже вдвоем. Хакиста синяя птица прессингует Чудилин. Но все-таки взяли количество игроки-гостей. Вдвоем. Атаку пытаются начать. Выходит шайба в среднюю зону. И 2 в 1 сейчас может получиться. Но нет. Успевают уже вернуться в оборону. Хакиста Морозова. Прострел. На пятак последовал. Но вот эту передачную. Никто замкнуть не успеет. Краска. От хозяев. Ошибка. При выходе из собственной зоны. Подбор. За Пересыпкиным. Пересыпкин отдает. Из его центрального нападающего. Набирает скорость форвард. Бросок. Выше сейчас бросает Савелий Пантюхов. Продолжается атака птицы. Расстрел на пятак. Вот здорово в этом моменте все сделали гости. Но вот единственное, что до броска акцентированного дела не дошло. Да нельзя. Сейчас будет трогать эту шайбу. Вводит шайбу в игру Роман Федичкин. Как-то Федичкин-то расторопно все дело. Вот партнеры уже, кажется, выключились из игры. Несмотря на то, что ей близко. Не было судейского свистка. Борьба на границе синей линии. Остается эта борьба за синей птицей. Начинают они свою атаку. Но тут как-то недопоняли друг друга. Игроки и птицы. Пас в среднюю зону. С разворот. В левую передачу. Тут тот же Пантюхов. Ну вот, выходит шайба. Зону Морозова. Ошибка в передаче. Но вот тут, на счастье, хозяев положения вне игры. Забрался игрок с синей птицей. И арбитр встречу остановил. Поактивнее птица начала второй. Игровой. Отрезок. Если в первом периоде как-то вторым номером играли. Игроки в светлой форме. То вот со старта второго игрого отрезка прошло уже три минуты. И так поактивнее, видно, позлее вышли игроки с синей птицей. Поэтому, я думаю, сейчас будет как непросто придется Роману Федичкину во втором и, по сути, заключительном игровом отрезке. В первых составах. Еще один бросок с разворот. На этот раз сходит шайба к клюшке. Выходит шайба в среднюю зону. Но не торопится Кисто-Морозово начинать свою атаку. И сейчас как здорово все сделал Артем Плотников. Плотников заходит шайба в чужую зону. Бросок отбывает Лаврентьев. Бросок с удобной руки в глубь зоны. Перехват. От синей птицы. Еще один. Но это, наверное, лишняя передача уже была. Можно было самому попробовать бросить игроков в этом моменте. Не покинула шайба зону. Еще один бросок. Но нет. Не попал сейчас по шайбе Сергей Арбузов. Но тут вновь сходит на ровном месте шайба с крюка. На этот раз это был Тимофей Кондратьев. Но вот так. Конечно, как-то надо немного менять что-то в своей игре Хокисто-Морозово. Возвращать ту игру, которая была в первом игровом отрезке. Потому что пока что они выглядят как тень самих себя. От образца той игры, которую мы видели минутами ранее. Вновь останавливает Арбитр встречу. Посмотрим, что на этот раз увидел Арбитр. Но, видимо, вновь положение вне игры. У нас зафиксировано. Раскатывается. Такие стесняя птица. Но тут, да. Евстропову надо побыстрее. Рассталась шайба. Ну, как здорово обратить внимание. Все сделал Михаил Евстропов. Два их обыграл в средней зоне. В чем-то, вроде бы, рискованно он это делал. Но риск оказался оправдан. Небоя уходит за ворота. Делает вираж. Вот надо вылазить на ворота. Бросок. Нет. Не попадает сейчас створ Алексей Небоев. Все здорово сделал. 97 номер Синяя птица в этом эпизоде. И у нас удаление. Сейчас будет. Будет оно в составе Синяя птица. Совершенно необязательное удаление зарабатывает. Пантюхов. Казалось бы, его команда уже прибрала. Нити игры к себе. И просто шикарнейший момент был у Алексея Небоев. который сам себе Небоев и сообразил. Вылазил он за ворот. Практически обыграл Клюшко. Галки про нот. Бросок получился мимо ворот. И сейчас через несколько секунд удалился. Пантюхов. И неплохая возможность для Мороза. Для того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. И попытаться большинство реализовать. По борту сильно запускается шайба. Но закрывает. Ее. Защитник Морозова. Плотника. В бросок попадает шайба. В трафик под воротами. Добивание. Опасно сейчас было. Но вот первая попытка Морозова полетать большинство было провально. А вторая тут же началась. С опаснейшей атаки. И каким-то чудом шайба ворота Лаврентьева не попала. Пас в среднюю зону. Прочитал. Ход этой передачи Небоев. Тень меняет. Все-таки идет. Атака на ворот его команду. Еще один бросок. Вновь вступает в игру Лаврентьев. Плотника. Подбирает шайбу за своими воротами. Снимает. Ее центральный нападающий. Но как-то без скорости что ли. Центральный нападающий Морозова. Отдает на левый фланг. Чудилен. Возвращает на бордюра. В недодачу пошла эта передача. Вновь Чудилен. Здорово как разбирается с защитником. Смещается в центр. Бросок выше. В полном составе. Синяя птица вышел на поле. Оштрафованный Пантюхов. Новиков с неудобной отдавал. Но Небой перехватил эту передачу. Меня Небой вернул обратно на Новикова. Чудилен. Отдает на защитника. Бросок. Нет. Принимает шайбу на себя Пантюхов. Сейчас видно, что больно Пантюхову попала. Ему шайба в незащищенное место. И птица выводит. Шайбу из своей зоны. Делает это Арбузов. Тереву на левую фланг у Морозова. Обратите внимание. Даже пять полевых хоккеистов. Синяя птица. Играет уже у своих ворот. Но, конечно, такую оборону пройти неимоверно тяжело. Хороший выход из зоны получился у Морозова. Передача. Просто через все линии. И первым оказывается игрок. Именно хозяев. На шайбе. Смещается к воротам. Бросок. Но тут бросок должным образом не получился. У Льва. С Кланимского. Виктор Валерьевич Касаткин. Своё игровое сочетание. Начинается не так радужная смена. Проигрывает. Какие-то птицы брат. Но, тем не менее, выводит шайбу из своей зоны. Шайба в средней зоне. Из своей зоны будет начинать Синяя Птица так. Но вот поначалу он на Дома Розовой эту шайбу отобрать. Далее нет. У нас будет переусердствовал в борьбе сейчас хоккеист. Хозяев. В большинстве в первый раз, походу. Сегодняшняя встреча будет играть. Синяя Птица отправляет в бокс для плохих парней. Тимофея Романова. Синяя Птица отправляет в бокс для плохих парней. Появляется птичная реализация. Пятерка во главе с Савелием Пантюховым, капитаном команды. Пантюхов проигрывает вбрасывание. Плотника по борту. Сильно запускает шайбу и не успевает закрыть синюю линию Алексея Митрофанов. Митрофанов рискованно пошел в обыгрыш. Теряет он шайбу. Пересыпкен. И у Пересыпкена не получается распорядиться шайбой должным образом. Пока что Морозова больше этой шайбой владеет. А вновь Артем Плотников. Нет, не успев. Пересыпкен закрыт синюю линию. Предоставляю шайбу в чужую зону Митрофанов. Но вновь отбор. Контер-атака неплохая может получиться. Выход один в ноль. Бросок. Но вот так вот. Вот что значит не задалось большинство. Забрасывают хозяева за минуту до выхода их пятого полевого игрока. И делают счет 2-0. И делают они это в меньшинстве. Алексей Щербаков. Все здорово. Сделал в этом моменте. Продает своего оппонента. Доработал ногами. Вышел на рандеву с Егором Лаврентьевым. И своим точным броском в левый угол ворот не оставил. Лаврентьеву никаких шансов. 2-0. В полном составе. Морозова. За 6 минут до завершения игры первых составов. Вновь запущена шайба по бортику. Хороший какой выход из зоны получается у Синяя Птица. Арбузов. Но тут надо передачу делать. Много затянуть с принятием решения Арбузов. Отбрасываются хоккейсты Морозова. Выходят они из своей зоны. Тут никто не встречает почему-то. Спартака Панькина. Борьба на границе с синей линией. Подкидка. Вот защитник Аптица. Но вот плохая, скорее говоря, получается передача у Дениса. У Парисова. Арбузов. Подбирает Сергея практически за своими воротами. Потому что был не Арбузов, а Стрелков. А теперь Арбузов возвращает на Стрелкова. Арбузов отдает на правый план. Передача в центр. На ворот. Необходимо уже быстрее обострять. Бросок блином сейчас отбивает Федичкин. У Парисов здорово сыграл на синей линии. Не позволил Шайбе выкинуть в среднюю зону. Бросок. Нет. Не доходит даже дело, кажется, до броска. Здорово сыграл Федичкин на выходе. У Парисов стучит клюшкой. Получает Шайбу. Но где же он ее получил? Вышел он из своей зоны. Да, как-то обидное окончание атаки для синей птицы. У Парисов. Отмечал я в начале своего репортажа, что синяя птица еще ни разу не проигрывала. На втором этапе. И у них только из худших результатов по соотношению к победам ничьи. Две ничьи в их активе. И пять побед. Но вот поражения пока не было. И вот пока что синяя птица близка. Ну не то чтобы близка, но вот пока что исходя из данного счета. Хоккеисты Морозова ближе к своей шестой победе, нежели чем к своей шестой победе близки хоккеисты птицы. После свистка сейчас сбросил Савелий Фонтюхов. Но вот не стал орбитр примять какие-то дисциплинарные. Изыскание к этому моменту. Сейчас орбитр выправляет майку у Пантюхова. Да, нельзя у нас играть с заправленными майками, чтобы орбитр мог идентифицировать. Игровые номера, поэтому все правильно. Ну и, собственно, и комментатору даже проще работать, когда он видит номера. Незаправленные майки. Плотников. Заметен, конечно, сегодня очень в составе Морозова Артем Плотников. Очень здорово выглядит этот защитник в сегодняшней встрече. Здорово играет в обороне, здорово начинает атаки. И, конечно, очень здорово иметь в своей обойме такого игрока. Невоя выводит шайбу из своей зоны. Но вот в атаку не получается убежать. Пересыпкен. И у Пересыпкина не получается доставить шайбу из зоны атаки. Только сейчас это делает птица. Но вот тут еще и борьбу надо выиграть у Морозова. По борту запускается шайба. И вот почему-то нет никого на этом левом фланге. Но, в принципе, все-таки сохраняет птица шайбу в чужой зоне. Тут борьба в соотношении 3 на 2. Вот же синяя птица. Но вот эта борьба идет на руку Морозова. Потому что время играет определенно им на руку. Тем более еще одна атака у них может получиться. Перевод. Бросок. 3-0. Становится счет. И дубль оформляет Алексей Щербаков после передачи Михаила. Чудиль, на которой записывает свой актив уже вторую результативную передачу. Не то чтобы в раздевалку сейчас получила шайба синяя птица. Но все-таки поактивнее ребята играли в последних сменах. Но вот это ошибка в своей собственной зоне. Контр-выпад 2 в 1. В последующем. Продолжение мы 1 в 0. Ставит синяя птица в такое. Не то чтобы в критическое положение. Но я думаю, что второй состав Морозова не позволит так просто ликвидировать отставание второму составу синяя птица в 3 шайбы. Конечно, все может быть. В хоккей, тем более в детском, который знает истории еще более внушительно возвращения в игру и камбэков. Я думаю, что вот сейчас неплохой момент будет снять для того, чтобы размочить счет в сегодняшней встрече. Не будет проброса. Большое повреждение получается. Кажется, кто-то из игроков Мороза. Но тут же поднимается форвард. Хозяев. Атака синяя птица. Перевод на правый фланг. Чистый под зону. Бросок с неудобной руки мимо. Ворот лиза шайба. Еще и в коньке арбитра попадает каучуковый диск. Атака Морозова начинается. Перевод на Романова. Романов. С неудобной попадает в центр. Но тут никуда эта передача. Последняя минута второго игрового периода у нас наступает. Объявляет об этом судья-информатор. 3-0. Впереди Морозова. Две шайбы во втором игровом отрезке мы увидели. Одну в первом. Но все-таки, несмотря на то, что счет на табло 3-0, я бы сказал, что игра у нас абсолютно равная. В первом периоде получше выглядели хоккеисты Морозова. Во втором игровом отрезке наоборот. Я бы отдал предпочтение синяя птица. Но вот это преимущество по владению шайбой. И не переходит преимущество по заброшенным шайбам. Еще одна атака у Морозова. Тут уходит шайба с рукоклюшки. Тем не менее, доходит дело до броска. Уходит шайба за ворота. Классно защитника. Тут все-таки было тяжело, но закрыл синюю линию Олев Слонинский. Весь секунду конца игрового отрезка. Еще один опасный момент может быть. Тут еще один опасный бросок с неудобной руки мог последовать. Бросок с левого фланга отбивает. Лаврентьев и звучит сирена. Подошла к концу. Игра первых составов. Составов с счетом 3-0. Подержали. Аплодисменты. 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 Ну что же, дорогие друзья, все готово для старта игры вторых составов между командами Морозова и Синяя Птица. После игры первых составов счет на табло 3-0 в пользу команды Морозова. Но вот я думаю, для тех, кто только присоединился к нашему репортажу, не надо думать, что вот если счет на табло 3-0, то игра была под диктовку Морозова. Нет, это игра равных соперников, игра равных команд. Но вот реализация лучше пока что хоккеисты Морозова, которые сейчас будут играть вчетвером, потому что получают удаление. Игрок их команды переусердствовал. Вон, в самом начале игрового отрезка уже на девятой секунде вмешивается арбитр в нашу встречу. И неплохая возможность для Синяя Птица тут же попытаться начать свой камбэк. Выигрывают гости выбрасывания. Но вот надолго владеть шайвой пока что не получается. Снимение закрывает Синяя Птица зоны, но все-таки со второй попытки шайва выходит в зону среднюю. Перехват от Морозова. Тут еще совсем не кстати равновесие потерял кто-то из хоккеистов Синяя Птица. Сейчас мы досмотрим до конца это большинство, уже потом перейдем к составу. Играющий сегодня команд пока что никак не получается расположиться и встать в чужую зону у Птицы. В своей зоне начинают они свою атаку. Бросок. Хороший получается из подзащитника у четвертого номера Егора Проняева. Еще один бросок. Но вот так под занавес большинства немного огрызнулись. Хоккеисты Синяя Птица, но не больше. В полном составе играет Морозова Попов. У них был удален, но раз уж мы уже стали называть фамилии, то перейдем к остальному составу. Состав команды Синяя Птица. Иван Патрос номер 28. Артем Айропетов номер 51. Ярослав Козель номер 99. Егор Проняев номер 4. Иван Ребриков номер 87. Сергей Хлунов номер 77. Николай Костюченко номер 14. Максим Андреев номер 13. Аскольд Смирнов номер 55. Валерий Бабак номер 22. Дмитрий Троянский номер 5. Александр Горский номер 30. И Аркадий Петышин номер 8. Состав команды Морозова Ярослав Спиней номер 1. Самбел Барсия номер 88. Глеб Конышев номер 75. Максим Абрамов номер 4. Роман Попов номер 18. Матвей Воробьев номер 47. Александр Старцев номер 73. Илья Селюков номер 21. Роман Мусиенко номер 89. Иван Кашутин номер 97. Александр Безруков номер 63. Александр Сегеневия номер 16. Начинает Морозова свою атаку. Перепас между защитниками. Надо обратить внимание, как здорово синяя птица. Играет в отборе. Не позволяет так просто начать своим оппонентам их атаку. Борьба в углоплощадке. Тут, конечно, поаккуратнее. Необходимо бороться. Подтолкнул, как мне показалось, сейчас на бортик Валерий Бабак своего. Оппонента, но вот не настолько сильно, чтобы это потянуло на штрафные минуты. Раскатывается синяя птица. Но тут, конечно, не так-то просто выйти из зоны из-под такого прессинга. Еще один бросок. На этот раз бросал по воротам Александр Безруков. Вон Морозова закрывает синюю линию. Уже вторая попытка подряд выйти из своей зоны у синей птицы не увенчалась успехом. И в третий раз Морозова шайбу перехватывает. Но вот так вот пока что суета в действиях синяя птица проглядывается. Видно, что давит на них счет. Хотят ребята. Счет как можно быстрее размочить, чтобы потом забросить и вторую, и третью. Но все-таки, как я уже и упоминал в своем репортаже, еще пока что не проигрывала синяя птица. На втором этапе в их активе пять побед и две ничьи. В то время как в активе Морозова пять побед и одно поражение. Но вот пока что команда Морозова близка к своей шестой виктории. Смирнов выводит шайбу из своей зоны. Но не получилось задержаться шайбой в зоне чужой. Безруков набирает скорость. Один на троих полез. Но вот неудивительно, что не выиграл. Он это единоборство. Уходит шайба за ворота. Ивана Патруса. Именно он защищает ворота второго состава. В качестве бэкапа у него выступает Артем Айропетов. Но в то время как у Морозова нету второго голкипера. И игра дается на откуп Арсения в спине. Брасок. По воротам Патруса последовал. Брасок. От синей линии Самвел Барсегян. Но вот никакого труда этот бросок для Патруса отбить не составил. Четыре минуты. Уже позади от третьего игрового отрезка. Неплохо начали команды. Да, много брака в их действиях. Немного торопятся они в принятии своих решений. Но видно, что заряжены ребята на все стоп. Уходит шайба к защитнику Синяя Птица. Решил такой подкидкой на пятак. Подкидкой в среднюю зону сделать передачу. Но вот эту передачу партнер Егор Проняев обработать не сумел. Видно, что Проняев обладает такими неплохими габаритами. Пометка 2008 года. И вот я думаю, он этими габаритами сегодня обязательно попробует воспользоваться, когда будет продавливать игроков соперник. Позиционную атаку встает Морозова. Бросок с правого круга выбрасывания. Попадает шайба в кого-то из защитников. Свою атаку начинает Синяя Птица. Козель. Смещался Козель в центр. Но целых три хоккеиста Морозова ему в этом противостояли. Проняев. Бросок. Справа фланга. Тут еще один бросок. Добивание. Нет. И как же так сейчас? По сути, пустые ворота не сумел добить шайбу Егор Проняев. Отскочила она от спине. И спине так неудачно перед собой. Здесь на клюшко Проняева отбил шайбу. И вот я уже подумал, что 3-1 станет счет. Но нет. Видимо, как-то не сумел подстроиться под этот бросок. И Егор Проняев. И вот очень опасный момент. Хоккеисты Синяя Птица упускают. Уходит шайба. За ворота Морозова. Пас через борт. Обрабатывает фору от хозяев эту передачу. Попытка сделать диагонально левый фланг на Бездрукова. Но вот Проняев эту передачу сумел прерывать. И еще раз Синяя Птица выбрасывает шайбу в борт. Выход из зоны. Но вот не получится быстрой контратаки. Тут еще и вовсе Морозова оставляет шайбу в чужой зоне. Только сейчас шайбу покидает владение Синяя Птица. Уронили сейчас кого-то из форвардов в гостей. Но без внимания арбитр оставляет этот эпизод. Все было в рамках правил. Баба прессингует своего оппонента. На левом фланге. Выходит Синяя Птица из своей зоны. Но тут положение вне игры. Да, как-то немного безответственно в этом моменте сыграл форвард Синяя Птица. Аскольд Смирнов. Видел он, что его партнер немного притормаживает в средней зоне. Потому что его активно прессинговали. Но вот Смирнов не стал сбавлять скорость. И на всех парах в зону без шайбы вошел. Забрасывается шайба за ворота Патруса. Там первым на подборе оказывается Горский. Горский по борту запускает шайбу в борьбу к своему партнеру. Перепасы защитников Морозова. Очень часто борт задействует сегодня команда. Через борт делают передачу. Не следить передачи, конечно, проходят. Но в то же время это на многом нестандартное решение. Помогает быстро вывести шайбу из своей зоны. Передача через борт. На этот раз точно клюшку соперника приходит шайба. Попов закрыл синюю линию. Перевод по борту на противоположный фланг. Сохраняет Морозову шайбу в шайбу из зоны. Вновь передача через борт за ворота. Но это только от бортика. Сейчас я обращаю внимание, делают команды передачи. Без каких-либо передач по чистому льду. Пас на синюю линию. Воробьев! Бросок много затянул. С этим броском Матвей. Надо было пораньше чуточку бросать. Тем более, что и время, и позиция это сделать позволяли. Но иной вариант решения решил избрать Матвей Воробьев. И с этим решением он прогадал. Вновь Воробьев в шайбай. Хорошо входит в зону. Убирает под себя. И под неудобную тут же попытался убрать. Но вот это движение на неудобную, наверное, уже было лишним. Потому что Воробьеву успели накрыть. 8 минут у нас уже позади. Быстро развиваются у нас события. Пока что без заброшенных шайб в рамках игры вторых составов. Но с опасными моментами. Себе на ход пробрасывает сейчас шайбу Глеб Конышев. Вновь Конышев в шайбе. Мимо шайбу махнул своей клюшкой. Еще одна атака от Морозова. Бросок из-под защитника. Тут до второго броска не доходит дело. Здорово в отборе сыграл Дмитрий Троянский. Обратите внимание еще на такой момент, когда синий пист, кажется, уже отбирает шайбу. Тут же в отбор вступают хоккеисты Морозова. И пытаются накрыть своих соперников. Вот сейчас спас на кону атаку. Синий птиц уже может получиться выход 1-0. Бросок и отбивает блином Арсений с пеней. Вот так. Очень хорошее спасение сейчас совершает страж ворот Морозова. Могли хоккеисты синий птиц и размочить. Течет сегодняшняя встреча для себя. И забросить свою первую шайбу. Тем более, что момент был очень хороший. И уже, как говорится, забрасывая не хочу. Но нет. Успел выбросить свой блин галкипер Морозова. И эту угрозу он от своих ворот отвел. Не будет. Проброса. Подбирает хоккеисты синий птиц и шайбу за своими воротами. Пас под красную линию. Доставляет птиц и шайбу в чужую зону. Он тут немного так придерживает игрока гостей. Тем самым сбавляя его темп. А теперь удаление будет у Морозова. Еще одно в рамках игры вторых составов за подножку. Будет наказан игрок хозяев. Удален. 75-й номер. В составе Морозова. Тут у нас Глеб Конышев. Сопровождение музыкальной композиции группы «Руки вверх». Конечно, не совсем, наверное, актуальная музыка для детского хоккея и для удаления. Привыкли мы, что играет песня «До завтра». Прощальных слов не говори, когда удаляют кого-то из игроков. В рамках континентальной хоккейной лиги популярна эта музыка. Но в детском хоккее, видимо, другие тренды. Пас под синюю линию. Конечно, тут надо было больше футбольными навыками, чем хоккейными. Обладать, чтобы обработать такую передачу, которая шла в ноги. Но вот не зря у нас в стране проходил чемпионат мира по футболу. Я думаю, многие ребята что-то интересное для себя и подглядели. Вот пока что не получается у синяя птица даже забрать себе шайбу. Хоккейсты Морозова играют очень уверенно вчетвером. Уже через 17 секунд появится на площадке оштрафованный игрок. Может, на исходе большинства у синяя птицы что-то получится, но нет. Ошибка в передаче. И вновь Морозов выбрасывает шайбу из своей зоны. Подбирает ее Троянский. Троянский уходит за свои ворота. Делает тормоз. Отдает на партнера. Но как-то не к своим воротам. Надо жаться с синяя птица, если хотят они сегодня брать очки. И забрасывать шайбы. Очень много жмутся к своим воротам. В гости. И надо, конечно, больше стремиться идти в зону атаки. Но, может, сейчас Броняев что-то придумает. Уходит он за ворота. Но теряет шайбу. Выходит шайба в среднюю зону. Поднимает арбитр. Руку вверх. Тут у нас нарушение численного состава. По всей видимости будет. Продолжается атака синяя птица. Бросок с разворота. Прижимает арбитр. Прижимает голкипер. Шайбу арбитр. Встречу остановляет. И сейчас еще одно удаление у Морозова. Малым скамейничным штрафом. Будет наказана команда хозяев. И посмотрим, кто из игроков этот малый скамейничный штраф будет отбывать. Да, не обязательно, конечно, удаление. Но в тот же момент, как синяя птица сегодня играет в большинстве, я думаю, это удаление не критично. Вновь перехват у Морозова. По правому флангу развивается их атака, напомню, вчетвером. Пас на защитника. Классная передача. Бросок. И выше ворот летит шайба. Но вот так вчетвером играет Морозова. Атакуют почему-то именно они. Не клеится пока что игра у первого, точнее у второго состава «Синяя птица». Первый состав выглядел очень неплохо, несмотря на то, что не удалось им забросить и пропустить они три шайбы. Но второй состав пока что не может похвастаться ни игрой спереди, ни игрой сзади. Хотя, в принципе, еще ни одной шайбы второй состав «Синяя птица» не пропустил. Забрасывается шайба за ворота спине. Закрывает «Синюю» линию защитник «Синяя птица». Но со второй попытки выбрасывают Морозовцы. Чехкисты Морозова. Шайбы в своей зоне и выходит у них пятый полевой игрок. Ну, кстати, обращая внимание, малый скамеечный штраф у Морозова отбывал седьмой номер. Вот я смотрю в свою заявку, которую мне предоставили родители команды Морозова. Там почему-то седьмого номера нет. Это, ну, немного странно. Минуты 56 секунд остаются до завершения третьего игрового отрезка. Пока что не увидели мы в нем заброшенных шайб. Ну, наверное, не так много опасных моментов было для того, чтобы шайбы забрасывать. Но все-таки они были. Раскатываются. Хайкиста Морозова не стал в этом моменте делать передачу. Защитник решил сделать вираж и сам начать атаку. Пас в среднюю зону. Перевод на левый фланг. Абрамов. Нет, не дали так просто бросать Абрамову. Ну, входит шайба за ворота Патруса. Бросок с разворота. Где шайба? Нет, не прижал ее Патрус. Необходимо продолжать играть. Еще одна ошибка у синяя птицы. Но тут же все-таки гости свою ошибку исправили. Пас на Проняева. Проняев. Заходит шайба в чужую зону. Тут, правда, борьбу необходимо выиграть у соперника. Но вот Проняев, кто его борьбу проигрывает. Еще одна попытка начать атаку у птицы. Борьба в углу площадки. Очень много борьбы навязывает Хоккеисты Морозова своим соперникам в сегодняшней встрече. Вот второй состав Морозова эту борьбу, как правило, выигрывает. Есть еще время на одну атаку. Вираж в сторону бортика. Классная передача на свободный лед. Но тут бросок с первого темпа не получился. Добивание. Нет. Выручает Патрус. Здорово все расчертили. Хоккеисты хозяев в этом моменте. Особенно мне понравилась передача на пустой лед на защитника. По сути, в такой коридор. Но защитник, видимо, был совсем готов, что ли, к этой передаче. И поэтому броска с первого темпа не получилась. Мусиенко выигрывает бросание. Без рука в бросок попадает. Он в клюшку собственному же игроку. По борту запускается шайба. Тут же в отбор вступают хоккеисты Морозова. Правда, выходит все равно шайба из зоны. Синяя птица. Без рукав отбирает шайбу и звучит сирена. Уходим мы на трехминутный перерыв, после чего наша игра продолжится. Продолжение следует... 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 Придется констатировать их первое поражение в рамках игры второго этапа. Хотя, я думаю, все-таки не надо делать преждевременные выводы, так как все в детском хоккее может быть. Раскатываются гости. По правому флангу набирает скорость Егор Проняев. Тут активно с левого фланга стучал ему Иван Рибриков, сигнализируя о том, что готов он принимать передачу. Но вот эта передача для него так и не дошла. Еще один перехват от «Синяя птицы». Козель заходит в шайбу свою зону. Щелчок. Попадает шайба, по всей видимости, в щитки Матфея Воробьеву. Подкидка в среднюю зону. Классный выход у Морозовой своей зоны. Воробьев обыгрывает защитника. Но тут равновесие совсем не кстати. Потерял Воробьевку и атака оказалась закончена. Проняев сейчас активно цеплял Глеба Конышева. А Конышев, несмотря на свои не самые внушительные габариты, сумел прикрыть шайбу корпусом от Проняева. Эту борьбу выиграл. Ну вот так вот. Маленький, да? Удаленький, как говорится. В пословице. Но все-таки многие хоккеисты у нас не обладают такими внушительными габаритами. И, тем не менее, очень здорово противостоят более габаритным сверстникам и соперникам. Поэтому Конышев в этом моменте большой молодец. По борту. Вновь запущена шайба. Смирнов, обратите внимание, не попадает, конечно, этот момент в телевизионную картинку. Потому что момент идет в зоне синей птицы. Но вот обращаю внимание, что форвард с синей птицей. Аскольд Смирнов вот так на рыбачка, выражаясь в хоккейной терминологии, сейчас играет на чужой синей линии. И, конечно, повынимательнее надо быть. Хоккеиста Морозова. Но удаление сейчас будет. У синей птицы. Будет оно по вседимости у Смирнова. Но вот так вот. Рыбачил, рыбачил Смирнов. А подзанавес смен еще и получил. А одну штрафную минуту недоумевает, конечно, сейчас в этом моменте Аскольд Смирнов. Но, в принципе, совершенно справедливое удаление и абсолютно объективное судейское решение. Остается браск на Заморозова. Брасок от синей линии. Не доходит. Пока что шайба до ворот. Воробьев. Позиционную атаку встают хоккеисты Морозова. Неплохо у них пока что шайба ходит по периметру. Брасок от синей линии. Гол! Ну вот так вот. 4-0. И кто забросил-то, дорогие друзья? Забросил у нас Глеб Конышев. Вот так вот. Говорил я о нем в старте. Заключительный игровой отрезка. А сейчас он просто лазерным по точности броском под перекладину. На ворот. Ивана Патруса отправляет шайбу. Делает счет 4-0. И я думаю, наверное, делает шансы синей птицы на камбэк минимальными. Ну, вновь уходит шайба к воротам Патруса. Воробьев. Пас на пятак. Бросок. 5-0. Ну, все. Посыпалась синяя птица. И я думаю, вот эта шайба уже, наверное, выступает как в качестве приговора о том, что победитель в сегодняшней встрече определен. Козель выигрывает выбрасывание. Но все равно шайба остается у Морозова. Пас в среднюю зону. Вновь Воробьев шайбой. Неплохо Воробьев смотрится в сегодняшней встрече. Тут же партнер приходит на помощь. И еще одна вылазка на пятак. Но вот этот раз не доходит. Дело до броска. Располагаются хозяева в чужой зоне. Воробьев тут как-то ребрика выкрикнулся уже из игры. Не стал продолжать бороться. Но, конечно, несмотря на то, что счет 5-0, но бороться-то надо до конца. Уверенно сейчас себя чувствует хоккеиста Морозова. Видно это их по их движениям. Видно, что таким запасом, уверенностью и мастерством они сейчас играют. Но хотя, что Тек говорил по ходу репортажа, что все-таки это игра равных по классу команд. И все-таки, видимо, за счет характера и за счет реализации хоккеиста Морозова сегодня играют с тем запасом по преимуществу, который на табло. А на табло на счет 5-0. Я думаю, главная интрига сегодняшней встречи, которая, собственно, еще есть у нас на повестке дня, это интрига, заключающаяся в том, сумеет их хоккеиста Синяя Птица забросить. Шайба престижа и сумеет легалкипер Морозова отыграть игру на ноль, то есть оформить шат-аут. Борьба на пятаке Морозова, остается шайба за хозяева, тем не менее Птица тут же вступает в отбор. Прострел на пятак, тут небольшая стычка у нас возникает на пятаке, толкаются между собой. Хоккеиста, играющий сегодня команд, Синяя Птица что-то не поделил. Валерий Бабак со своим соперником, но быстро арбитры урегулировали конфликт, не дали вспыхнуть по тасовке, за что арбитрам мы скажем спасибо. Еще один бросок от синей линии отбивает щитком на перемещение Арсений Спеней. Борьба в углу площадки, уходит шайба за ворота, но тут на пятак можно было попробовать сделать передачу, тем более что совсем один и не прикрытый там находился Максим Андреев. Борьба, но вот так активизировалась Синяя Птица, все-таки я думаю не хотят они мириться с тем, что вот так вот сильно они сегодня проигрывают бросок, гол! Но вот так вот, о чем я и говорил, стоило только подвзвинтить темп, как стали не успевать. Хоккеиста Морозовый 5-1, становится счет, конечно тяжело, будут отыграть еще 4 шайбы, но хотя бы уже счет своим заброшенным шайбам. Открыли хоккеиста Синяя Птица, это уже неплохо. То есть психологический барьер с точки зрения того, что никак не могут они пробить. Галкипера соперника уже разрушен. Но тут же атака от Морозова, тут могла шестая вылетать, здорово все сделал в этом моменте. Матвей Воробьев раскачал своего соперника, вышел на рандеву с Патрусом, но вот на этот раз Патрус не дрогнул. А вновь Синяя Птица завладела шайбой. Воробьев эту шайбу перехватывает. Заворотывал Воробьев делает передачу. А вновь возвращает шайбу на Воробьева. От бортика отдает Воробьев на своего защитника. С неудобных отдает Колышев. Точнее Глеб Конышев на Воробьева. Проняев. Но ошибаюсь, но уже на месте Проняев. Но тем не менее остается шайба у Синяя Птицы. Можно на пятак вылазить. Прострел, но нет. Еще один прострел. Вот тут Ребриков как-то стесняется, что ли, пользоваться своими габаритами. Были моменты, например, даже сейчас, когда можно было попробовать дальше смещаться на пятак. Но вот тут попытался передачу уже быстрее делать Ребриков. Хотя по габаритам он, конечно же, защитника Морозова превосходил. Борьба в средней зоне. Выигрывает эту борьбу хоккеисты Синяя Птицы. Начинают они свою атаку. Семь минут уже позади четвертого периода. Ошибка в передаче. Перехватывают хоккеисты хозяев шайбы, но тут же ее и теряют. Но так обменялись любезностями команды. Вновь отбор за Морозова. Воробьев. Смещается Воробьев в центр. Бросок из-под защитника, но нет. Воробьев принимает шайбу на себя. Игрок Синяя Птицы. Воробьев. Уходит Воробьев за свои ворота. Но вот так вот, конечно, побыстрее надо делать передачу кому-то из партнеров. Либо же самому выводить шайбу из своей зоны. Вот Воробьев вывел шайбу из своей зоны. Но в средней зоне он ее и потерял. Ребрика. Вбросок из-под защитника. Слишком не точно летит шайба. Выбрасывается на среднюю зону. Подбор за Птицей. Проняев. Показал Проняев всем своим видом, что будет бросать. Из-под защитника Конышев поначалу купился на это. Но он потом... Дальше Проняев пошел с шайбой. Своевременно сообразил Конышев, что к чему и шайбом отобрал. Но тут вновь как-то неуверенно меняются хоккеисты Морозова. Вот на этот раз не было на льду шестого полевого игрока. Наоборот, вчетвером какое-то время поиграли хозяева. Грехва. От гостей. Но тут все-таки успели накрыть Александра Горского. Горский. Вступает в борьбу. Тут же партнер приходит на помощь. И не зря это делает. Но тут ошибается в передаче. Да, в никуда. Пошла эта передача. Имеет еще один отбор. И вот может быть опасно. Бабак. Выход 1-0. Бросок. Нет. Не точно летит шайба. Вторую могла забрасывать синяя птица. И, в принципе, обеспечить такую интересную концовку. Потому что, ну, кто знает, где вторая, там и третья. Может быть заброшенная шайба. И уже кто знает, как игра пойдет дальше. Еще один прострелный пятак. Тут чуть свои ворота не подправил шайбу. Максим Андреев. Пас от бортика. Вновь Смирнов тут играет в качестве рыбачка на синей линии. Видимо, это тренерская установка. Но тут хоккеист Морозова не так-то просто дает кататься по своей синей линии своему сопернику. Но вот, по сути, в формате 4 на 4 играют команды. Потому что два игрока, по сути, из игры выпадают. Вот сейчас могло получить опасность. Все-таки доходит шайба до Смирнова. Но под классный силовой прием сейчас попадает Смирнов. Примнил этот силовой прием нападающий Александр Безруков. Вот молодец Безруков. Троянский по борту отдает на своего нападающего. Бабак. Вновь Троянский. Рисково найдет в обводку против троих кистов Морозова. Но, тем не менее, доставляет шайбу в зону нападения. Пас от бортика. Никуда пошла эта передача. Безруков. Вот теперь перехват за Морозова. 2 в 1. Может толщество контратака. Даже 1 в 0. Она уже идет. Бросок. Но тут немного перемудрил. Нападающий Попов. Но все-таки Роман бросит сумью. 10.44. Позади от заключительного игрового отрезка. Осталось сыграть всего ничего. С счетом 5-1. Впереди команда Морозова. Уверенную игру демонстрирует эта команда. И синяя птица близка к тому, чтобы потерпеть первое поражение в рамках второго тура. Воробьев не сумел Воробьев обыграть на границе с синей линией. Ярослава Козеля. Вираж делает защитник Морозова. Уходит за свои ворота. Делает передачу в среднюю зону. Там, наверное, Воробьев первым все-таки окажется на подборе. Ставит корпус своему сопернику. Он тут оба игрока их потеряет. Равновесие. Ребриков. Набирает Ребриков скорость. Семенит ногами. Доставляет шайбу в чужую зону. Обыгрывает двух игроков. Уходит в угол. Борьба в углу площадки. Пас на противоположный фланг, где уже будет Проняев первым на шайбе. Проняев ставит корпус. Пас Проняева с неудобной руки, но точно кружку Воробьева. Но вот так вот. Такая неплохая атака могла получиться вместо этого ошибка в передаче. Козель подбирает шайбу со своими воротами. По борту отдает. Но вот вновь никуда. Видимо, есть наигранный момент у синяя птица на тренировках, когда вот так через борт попытка выйти из зоны. Но вот на тренировках тебе никто не мешает катиться на полборта. В то время как в игре есть еще и соперник. Но вот поэтому многие передачи синяя птица идут в никуда. Покидает шайба предела площадки. В средней зоне будет выбрасывание. Тренер игровых сочетаний. По сути, к концу у нас подходит встреча. Можно делать уже небольшие выводы по этой игре. Классная игра в исполнении первых составов. С очень классными высокими скоростями. С обилием. Ну, то что с обилием. С хорошими опасными голевыми моментами. Игра первых составов завершилась счетом 3-0 в пользу Морозова. Хотя были моменты у синяя птица для того, чтобы отличиться. Игра вторых составов. Но, конечно, получше смотрелся второй состав Морозова. Это было, в принципе, видно. И в рамках игры вторых составов пока что счет 2-1 в пользу номинальных хозяев сегодняшней встречи команды Морозова. Удаление сейчас будет у Морозова. Тут уже после свистка так огрел своей клюшкой. Блин. И ловушку галкипера. 97-й номер Морозова. Иван Кашутин справедливый. Совершенно дренит. Поэтому не надо Кашутину удивляться. И вот тут тренер синяя птица Виктор Валерьевич Касат не бьет 30-секундный тайм-аут. Ну, вот так вот. Быть может, чтобы забросить побольше, чем одну. Ну, и посмотрим, к чему этот тайм-аут приведет. Ну, а тут, кстати, галкипер сейчас синяя птица тоже решила подъехать на свою лавку. Быть может, даже попробует Виктор Ильич Касаткин снять своего галкипера, дабы дать шанс выйти шестому полевому игроку. Но, я думаю, это уже не особо имеет какого-то смысла. Но в то же время можно отработать на будущей встрече. Игру в формате 6 на 4. Почему бы и нет? Подошел к концу. Тайм-аут свистит арбитр. Но тут по-прежнему Виктор Касаткин что-то дорисует своим подопечным. И так же это делает и Александр Сергеевич Верясов. Появляется у синяя птица звено во главе с Максимом Андреевым. Проигрывает Андреев выбрасывание. По борту Киста Морозова запускает шайбу. Воробьев. Ошибается Воробьев. Бабак ставит корпус. Ну, вновь приходит шайба на Воробьева. И со второй попытки у Воробьева не получается вывести шайбу из своей зоны. Конечно, порасторопнее надо действовать Матвею. Уверенно он играл в сегодняшнюю встречу. Но вот под конец немного решил подпортить, видимо, свою. Не то чтобы статистику, но так. Общий фон от игры. Борьба в углу площадки. За минуту и 10 секунд завершения встречи. Через 10 секунд в полном составе будет играть Морозова. Ничего, птица не получилось. Создать в этом большинстве даже опасных моментов у ворот. Арсения в спине мы не увидели. Андреев в полном составе. Морозова Андреев уходит за ворота. Тут немного сходит шайба с крюка клюшки. Бабак. Ставит корпус. Отдает за ворота. Не совсем понятно, куда адресовалась эта передача. Куда адресовывалась эта передача. Борьба в средней зоне. Троянский отдает на Конышева. И Конышев доставляет шайбу в чужую зону. Горский отдает через борт. Воровьев здорово играет на синей линии. Воровьев прострел на пятак. Тут Андреев, когда прерывал эту передачу, чуть собственные ворота не переправил шайбу. Причем даже не первый эпизод уже у Андреева возникает, когда после своих подставлений он направил шайбу к своим воротам. Бросок от синей линии. Отбивает голкипер. Добивание. И нет. Каким-то чудом сейчас не попадает шестая. На ворота синей птицы. Но звучит сирена. С счетом 5-1 побеждает команда Морозова. И синяя птица терпит первое поражение в рамках второго этапа. Ах, кисты Морозова одерживают шестую викторию. Спасибо командам за эту встречу. А команду Морозовой еще раз с победой. Для вас сегодняшнюю игру подготовила медиагруппа в спорте и комментатор Руслан Фирсов. Любите хоккей, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова